Шульгин разбогател, клещи кусают чаще, дистопливо самое дорогое в ПФУ, а завод Мородыковский не изменит своего опасного профиля. Все подробности об этом не только в рубрике «Короткой строкой». Далее в нашем эфире. Глава администрации города отчитался о доходах за год. В декларации он указал сумму почти в 7 миллионов рублей. И это почти в 5 раз больше, чем годом ранее. Тогда в отчетах Шульгин обозначил сумму в полтора миллиона рублей. Известно, что сейчас собственностью Шульгина 12-летний автомобиль Audi Q7, квартира площадью 110 квадратных метров, земельный участок 12 соток и частный дом в 152 квадратных метра. А вот супруга Шульгина задекларировала годовой доход всего в 60 тысяч рублей. От укусов клещей в Кировской области уже пострадали 540 человек. И это в полтора раза больше, чем год назад отчитались в Роспотребнадзоре. Специалисты уточняют, что среди укушенных каждый пятый ребенок. Клещей люди ловят чаще всего на своих же приусадебных участках. Кстати, почти каждый второй исследованный клещ оказался барлиозным. Активность клещей спадет, по прогнозам специалистов, только к концу мая. Цены на дизельное топливо и 92-й бензин в Кирове оказались самыми высокими в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, в среднем по городу литр дизеля стоит 46 рублей 64 копейки. В то же время в Казани этот литр обойдется водителем в среднем в 44 рубля 12 копеек. А в среднем по стране в 46 рублей за один литр. По 92-му бензину ситуация аналогичная. В то время, пока в Кирове его продают за 42 рубля, в среднем по России он обходится водителем в 41,5 рубля. Скамейки будут выставлены в парках и скверах до конца следующей недели. Такое обещание озвучили Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова. Работники объяснили их отсутствие сейчас тем, что после зимы они не успели привести их в порядок, проверить целостность и где надо подкрасить. Завод по уничтожению химорожей «Мородыковский» продолжит заниматься утилизацией опасных отходов. Площадкой уже заинтересовалась госкорпорация «Росатом». На заводе предлагается уничтожать органические жидкие вещества первого-второго классов опасности. Но о каких именно веществах идет речь, не уточняется. Известно также о том, что общая стоимость будущего проекта составит более 5 миллиардов рублей. Напомним, завод завершил захоранивать и утилизировать химорожие еще в 2015 году.